1 октября 1552 года, праздник Покрова Пресвятой Богородицы ночью, Иван IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест московских колоколов. Царь понял, что это знамение милости Божией. По молитвам по сбранной воды Господь восхотел обратить к себе народ Казанский. Покорением Казани под Покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским. Память 4 июля. Волга главный водный путь страны стала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 тысяч русских людей. Началось просвещение татар светом евангельской истины. И велись первые мученики святые Пётр и Стефан, память 24 марта. Новоучреждённая Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и вскоре просияла своими архиепископами, святителем Гурием и святителем Германом. Но особенно способствовало возвышению православия среди волжских магометан явление в городе Казани 8 июля 1579 года. Чудотворные иконы Божией Матери. Трудно шло дело проповеди Евангелия в покорённом царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, ещё в земной своей жизни, разделявшая со святыми апостолами благовестнические труды в виде старания русских миссионеров, не замедлила послать им небесную помощь, явив свою чудотворную икону. 25 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. Вера Христова, говорит летописец, сделалась притчу и поруганием. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения православия на всей Златардынской земле, будущем востоке русского государства. Город вскоре начал вставать из руин. А вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара, строил дом стрелец Денил Анучин. Его девятилетняя дочерь Матроне явилась соном видение Божьей Матери и повелела достать её икону, зарытую в земле, ещё при господстве мусульман, тайными исповедниками православия. На слова дочери не обратили внимания. Триждие являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенёс святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда после молебна перенесли его с крестным ходом Благовещенский собор, первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца Иосиф и Никита. Список с иконы, явленный в Казани, изложение обстоятельств её обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте в Лене храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, где ей поместили святую икону и основать женский монастырь. Матрона и её мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители. В Никольском храме, где был совершён первый молебен перед Казанской иконой, был в то время священником будущий патриарх Ирмоген, святитель московский. Через 15 лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом казанским, он составил сказания о священных событиях, очевидцем и участником которых был. Повесть и чудеса причистой Богородицы честного славного явления образа Ижев Казани. С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих. Небольшая икона, обретённая девочкой Матроной, на недавно присоединённой и на родческое окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знаменем небесного покрова Божьей Матери, явленного всей русской церкви. Ибо душа православного народа чувствовала особое участие причистой Богородицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы, празднуваясь 7 июля, и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Адегитрия, путеводительница. Много раз Матушка Казанская указала путь к победе русским православным воинам. В исполнении их священного долга перед Богом и Родиной. В год явления ее в Казани начался знаменитый поход за Казань, за Уральские горы блаженного Германа, казачьего атамана Ермака Тимофеевича Повольского в 1584 год, увенчавшийся присоединением Сибири. За несколько десятков лет русские землепроходцы, миссионеры, прошли на восток, встреч Солнца многие тысячи километров и в праздник покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, благовествуя спасение окрестным народам. В соборе Казанского девичьего монастыря икона находилась до начала XX века, а в 1904 году Россию потрясло известие о похищении святыни святотатственное событие произошло в ночь с 28 на 29 июня 1904 года. К явленной иконе имелось несколько раз. Праздничная надевалась на Рождество Христово, Пасху и в дни празднования Казанская икона будничья или повседневная в остальные дни. Праздничная риза была золотая, на нее надевалась другая риза, низанная крупным жемчугом, бриллиантами, изумрудами, яхонтами и другими драгоценными камнями. Будничная, не менее драгоценная московская работа сплошь низанная жемчугом имела золотые венцы с бриллиантами розами, множеством других украшений и драгоценных камней. А в 1767 году императрица Екатерина II приложила к иконе еще и бриллиантовую корону. Видимо, именно из-за такого обилия драгоценностей явленная казанская икона была похищена из казанского девичьего монастыря шайкой 28-летнего Варфоломея Стояна. Воры вскоре были пойманы и в ноябре 1904 года в Казани состоялся судебный процесс. Однако, что стало чудотворной иконой, в ходе следствия окончательно выяснить не удалось. потеря первоначального образа не умаляет благодатной силы всего множества списков с казанской иконы, через которые Пресвятая Богородица помогает нам своим ходатайством перед своим Сыном по плоти и по ипостаси Сыном Божиим Господом нашим Иисусом Христом. Заступница усердная Мать Господа Вышнего за всех молящих Сына Твоего Христа Бога нашего и всем творящих спастися в державный Твой покров прибегающим всех нас заступи о Госпоже Царица и Владычица и Ниже в напастях и в скорбях и в болезнях обремененных грехи многими предстоящих и молящихся Тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем пред причистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя избавлений всех зол всем полезны даруй и вся спаси Богородица Дева Тебу Иси Божественный Покров рабом Твоим С праздником дорогие друзья Девушки С праздником Продолжение следует...